Красноярская краевая специальная библиотека представляет Видеоцикл «История России на монете» Выпуск 4. Серебряный рубль сохранить Уважаемые читатели, мы продолжаем знакомить вас с интересными монетами России, которые являются свидетелями важнейших событий в истории нашей страны. Очередной выпуск видеоцикла «История России на монете» посвящен 100-летию со дня выпуска первых монет в Советской России. Первые годы советской власти – это годы гражданской войны, а потом время преодоления разрухи и экономических трудностей. В стране свирепствовала инфляция. Так, например, цены на спички по сравнению с довоенным временем к 1921 году возросли в 38 тысяч раз. С 1917 по 1922 год в стране обращалось более трех тысяч видов бумажных денежных знаков в самопровозглашенных правительств, территорий и городов. Монеты в этот период практически не чеканились. Все это создавало неразбериху, угрожавшую экономике и финансам молодой Советской Республики. Денежная реформа, которая навела бы порядок в области денежного обращения, была задумана уже в начале 1918 года. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин прямо заявлял о невозможности проведения революционных преобразований в стране без твердой финансовой опоры. Очень сложно было начинать чеканку первых советских монет. Медально-Аффинажный завод, так тогда назывался старый монетный двор в Петрограде, основанный еще Петром Великим в 1724 году, в годы гражданского лихолетия практически остановил свою работу. Оборудование не сохранилось. Его вывезли еще по распоряжению Временного правительства в 1917 году на восток и частично потеряли. К 1921 году основные очаги гражданской войны были ликвидированы, и правительство сосредоточилось на реформах в народном хозяйстве и финансах. Проходивший весной 1921 года 10-й съезд Российской коммунистической партии большевиков провозгласил переход к новой экономической программе. НЭП предусматривал усиление роли денег и товарно-денежных отношений во всех звеньях государственного хозяйства. 29 апреля 1921 года Совет труда и обороны СТО принял постановление о реорганизации монетного производства на Петроградском медально-финажном заводе «Петроградский монетный двор». Исходя из технических возможностей завода, было решено сохранить технические параметры царских монет – сплав, массу, диаметр, но с символикой РСФСР. Монеты номиналом в 10, 15 и 20 копеек изготавливались из сплава серебра 500-й пробы. Крупные номиналы в 50 копеек и рубль получили сплав 900-й пробы. В срочном порядке комплектуется штат, преимущественно из рабочих и специалистов, которые трудились до революции. Органы центральной власти оказывали всестороннюю помощь всеми материалами и ресурсами. К чеканке первой советской монеты были готовы приступить уже летом 1921 года. 17 августа 1921 года в Москву председателю Совета народных комиссаров Владимиру Ильичу Ленину доставили образец первого серебряного рубля РСФСР. На конверте, полученной Бандероли, Ленин написал «1921-й серебряный рубль сохранить». Первые советские монеты серебряные рубли с гербом РСФСР начали чеканить в понедельник 29 августа 1921 года и за три августовских дня смогли отчеканить 4039 штук. Первые 50-копеечные монеты отчеканили в сентябре, 20-копеечные – в ноябре, а 15-10-копеечные – в декабре 1921 года. За первый операционный год с конца августа 1921 по 1 октября 1922 года на заводе было отчеканино серебряной монеты на сумму 8 680 116 рублей. Автором эскизов первых советских монет является Антон Федорович Васютинский, годы жизни 1858-1935, начавший свою службу на монетном дворе в 1893 году старшим медальером. В дореволюционный период Антоном Федоровичем было создано свыше 120 штемпелей наградных и памятных медалей. Васютинский был автором штемпеля «Лицевой стороны памятных медалей и монет» с портретом императора Николая II, империала, полуимпериала, рублевой монеты, 50 и 25 копеек 1895-1915 годов. А также он разработал проект юбилейной медали в память 300-летия царствования дома Романовых. Аверс всех серебряных монет 1921-1923 годов был также выполнен в окончательном варианте Антоном Федоровичем Васютинским. За основу он взял утвержденный проект герба РСФСР, созданный художником-графиком Александром Николаевичем Лео и переработал его в соответствии с техническими требованиями превращения плоского рисунка в рельефный монетный штемпель. В центре Аверса монеты стилизованный герб РСФСР. На геральдическом щите, на фоне лучей солнца, скрещенный серп и молот. По сторонам связки колоссев. Внизу – кардуш с надписью «РСФСР», от которого начинается точечный ободок. Между ободком и обрезом монеты – лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». На реверсе, в середине, обрамленной точечным круговым ободком, пятиконечная звезда. В ее центре, на вдавленном кружке, цифра номинала 1. Между нижними лучами звезды – год чеканки 1921. По обрезу монеты – точечный круговой ободок. Между внутренним и внешним ободками – вверху надписью «Рубль». Слева – лавровая, справа – дубовая ветви, связанной внизу бантом. Монеты номиналом в 1 рубль и 50 копеек чеканились в 1921-1922 годах, а монеты в 10, 15 и 20 копеек – в 1921-1923 годах. Все эти монеты не выпускались в обращение в годы их чеканки в связи с необходимостью создать денежный запас, достаточный для полного удовлетворения потребностей рынка. Только в 1924 году вся отчеканенная масса новеньких советских монет была выпущена в обращение. Более подробную информацию о рождении первых советских монет вы можете найти в нашей библиотеке. В фонде имеются такие книги, как «Деньги мира» в плоскопечатном формате. «Деньги» в плоскопечатном формате. «Все деньги России» в аудиоформате на диске. «Большая российская энциклопедия» в 35 томах, том 28, в плоскопечатном формате. «Большая энциклопедия» в 62 томах, том 42, в плоскопечатном формате. «Энциклопедия для детей», том 5, «История России и ее ближайших соседей», часть 3, 20 век, в плоскопечатном формате. Над выпуском работали Константин Кивачук, Татьяна Хатько, читает Дмитрий Васинович, ответственный за выпуск Ольга Офицерова. Константин Кивачук, Татьяна Хатько,